Жахары Хойницкого района не подтримали заклики о проведении акций протеста и испынении работы предприемства. В регионе, который в свой час мощно потерпел в вынике чернобыльской катастрофы, сегодня лечит с необходимым накированием на створение комфортных умов жития. С меркованиями местных жахаров ознайомились наши корреспонденты. Уденный час в Хойниках не шматлюдно. Жахары райцентра находятся на праце, а их дети – в дошкольных и навучальных установах. Даже сейчас в районе отзначается рост народжальности, что так само свечит об узровне життя насильництва. Что тычется о неких акций протеста, то об их перважная большаясть Хойничан ведает только по чутках. Некольки десятков человек выходили на площадь двойчая, але подтримки сяродь людей этой акции не знайшли. Урэште усе разумеют, для того, как добро жить, необходимо працовать. Мне кажется, любой взрывный личный человек может рассуждать следующим образом. Простой одного предприятия, ряда предприятий, особенно крупных предприятий, влияют в первую очередь на экономическую составляющую нашей страны. Задаем себе вопрос, чем же мы завтра будем платить пенсии нашим матерям, нашим отцам, нашим дедам, нашим бабушкам. Я еще не говорю про себя. В процентном отношении моя зарплата, зарплата силовиков – это всего лишь один процент от государственного бюджета. Один процент. Львиная доля государственного бюджета уходит на социальные нужды. Хойники – город интернациональный. На приконце 80-х тут проводилось достаточно массовое отцеление, але потом сюда стали приезжать переселенцы из краин былого Советского Союза. Оксана Куртова приехала уходник из Казахстана каля 20-ти годов тому. Жанщина пераконана. Беларусь у свете добра ведают с остановчего боку, и гэтый имидж необходимо подтримливать. 20 лет я живу в Беларуси, видела, какая была она. На моих глазах это все. Я считаю, что мы потихоньку развиваемся. Очень приятно, что, например, и в мировом таком вот масштабах, что про Беларусь знают и продукцию. Вот я ездила в тот же Казахстан и хвалят, любят наши продукты. Сгущенка и рыба, допустим. Очень тепло меня принимали, когда узнавали, что я из Беларуси, расспрашивали, высказывали свое мнение тоже о нашем президенте. В общем, как-то так. Я считаю, что ничего просто так не валится с неба. А перемены, такие, которые приведут к развалу, это глупо. Ну, то такое мое мнение. Уходниках пераконаны, акции протесту и тем больше заклики до спинения работы не мают никакой перспективы. У района, який у свой час мостно потерпел у вынику чарнобыльской катастрофы, сегодня лечит с необходимым накеровать намагание на створение комфортных умов життя. Колесло возлучения «Малая Радима» не просто слова, разбурать, зрубленное своими руками, никто не будет. Гарантом и экономической, и политической, социальной стабильности в стране является президент Республики Беларусь Александр Горьевич Лукашенко. Я высказываю свое мнение. Мое мнение поддерживают мои военнослужащие, моего военного комиссариата, а также всего Министерства обороны. Уважаемые товарищи, давайте одумаемся, давайте попробуем все вместе, единой Беларусью, которой мы были всегда, решить эти проблемы законным, мирным путем. Я за Беларусью. Олег Сентюров, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».